Перекресток Мичурино-Масленниково первый в Самаре, где пешеходы официально могут перейти дорогу по диагонали. Здесь для них даже нанесли специальную разметку. Это нововведение, сокращающее время в пути, появилось в сентябре этого года после капитального ремонта улицы Мичурино по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Между проспектом Масленниково и улицей Чкалово заменили 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, уложили 10 тысяч квадратных метров плитки на тротуарах, сделали новые парковочные карманы, привели в порядок колодцы и бордюры, оформили газоны. Для маломобильных граждан устроили пандусы, а также уложили тактильную плитку. Для удобства перехода проезжей части появились островки безопасности. Схема организации дорожного движения выполнена в соответствии с утвержденной ГИБДД схемой. И светофоры, знаки, ограждения пешеходные. На данный момент осталось буквально там несколько знаков поставить и пешеходное ограждение установить, там не более 100 метров погона. В этом году по нацпроекту в Самаре большими картами отремонтировали 45 объектов общей протяженностью 34 километра. Причем на части из них, кроме непосредственно автодороги, привели в порядок и тротуары, и бортовой камень, и съезды. Что касается комплексного ремонта, кроме улицы Мичурина, завершают работу на улицах Победы и Старозагора. По двухлетним контрактам в 2020 году начали ремонт на Ленинской и Арцебушевской. На них подрядчики идут с опережением графика. Так уже выполняют объемы следующего года на Арцебушевской. Изначально планировалось, что сделают лишь межрельсовое покрытие. Но сейчас рабочие приводят в порядок участок улицы от переулка Тургенева до Льва Толстого. Уже уложили верхний слой асфальта на дороге, сейчас укладывают плитку на тротуарах, делают въезды во дворы. Идти с опережением графика позволили и торги, которые по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провели в прошлом году заблаговременно. Главой города Елена Лапушкиной перед профильным департаментом была поставлена соответствующая задача. Это дало возможность начать работы не в мае, не в июне, а начать работы в апреле. Поэтому мы говорим опережающими темпами. А это вообще нормальная должна быть практика. Мы сейчас ставим себе задачу отторговать общественные пространства, уличную дорожную сеть в этом году на 2021 год. Плюсом, чтобы начать работы, как только погодный фактор позволяет в апреле и пойти ремонтировать. Список дорог, которые будут приводить в порядок в следующем году, сейчас почти сформирован. В первую очередь обращают внимание на те улицы, ремонтировать которые просят жители, и на те, где высокая аварийность. Так, в этом году в городе уже ликвидировали 38 очагов аварийности. Также планы составляют совместно с ресурсниками, чтобы выполнять ремонт там, где перекладка труб в ближайшее время не требуется. Планируется охватить ремонтом и те территории, где ведется комплексное благоустройство. Например, возле будущего филиала Третьяковской галереи. Проспект Масленниково также преобразится. Работа намерена начать в 2021 году. В дальнейшей перспективе будет реконструирована улица 22-го партсъезда от улицы Солнечной. В этом году уровень дорог, которые приведены в нормативное состояние, повысился до 55%. По показателям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в городе должно быть 80% дорог в нормативном состоянии. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.